Сегодня я расскажу, что в моей сумке. Ну дорого-богато, что тут. Гоцей рекомендует. Масло содержит в себе афродизиаки. Чем сейчас пахнет Гоцей? Мужики, вы меня хотите? Всем привет, вы на канале Быть Гоцей. Сегодня я расскажу, что в моей сумке. Обычно я ношу большие объемные сумки. Во-первых, они хорошо смотрятся под мой рост. Во-вторых, в них полно очень нужных вещей. Биркин. Размера 35. Кстати, это не максимальный размер. Также я ношу сороковки. Вместить в нее можно, ну, где-то до 5-6 килограммов полезных вещей. Ну, просто в Биркин 35 можно вместить целый дом. Наверное, начнем с телефона. Чтобы он был под рукой, он всегда лежит сверху. Я, кстати, ношу телефон, особенно вот последнюю модель. У меня 12-ый. Я ношу без чехла, потому что мне очень нравится, как он выглядит. Я подумала, зачем такую красоту в чехол прятать. Одна из самых необходимых вещей для блогера – это штатив. У меня вот такой вот классный штатив, очень легкий. У меня их несколько, но вот этот вот самый универсальный. Купила в магазине «Киевстар» за какие-то прям недорогие деньги. Недорогие деньги. Украинские гривны – это недорогие деньги. В общем, он стоил недорого, типа до 50 долларов. Но отработал уже, поскольку ему несколько лет, отработал уже все. Уже я ему должна. Я должна денег этому штативу. Когда я записываю тренировки для своего телеграм-канала, я всегда беру с собой в спортзал. И его можно очень классно выставлять, записывать селфи. К нему также идет кнопочка, которая пока потеряна. Но было очень удобно. Можно было с кнопочки запускать телефон и рассказывать вам о своих каких-то бьюти-девайсах. Очень удобная вещь. Люблю этот штатив. И вторая блогерская штучка – у меня вот такой вот мобильный. Это не GoPro, это G, это стабилизатор-камера, на который я тоже сейчас записываю много. В частности, делаю фотографии. Если вы видели мои фотки с Мальдив в супер-классном качестве. Передает очень здорово цвета. Вы делали мне комплименты относительно того, что у меня не завален горизонт. Я снимала вот на эту G. И, соответственно, можно сразу подключить эту G к телефону. Вот таким вот легким движением. Вот, в принципе, сразу выходит все, можно снимать. Также вот я вас сейчас сфотографирую. Сразу мы можем увидеть здесь результат. Вот. Если вы начинающий блогер, прошу обратить внимание. Вот, классно было на Мальдивах ездить за велосипедом и тоже снимать, потому что и голова стабилизировалась, то есть кадр был четкий. Идем дальше. Давай вот Дотину отработаем. Книга, которую я сейчас читаю. Страницу за страницей. Не могу сказать, что я тороплюсь. Это не роман, это какие-то истины. Это внутренняя инженерия, садгуру. Очень классно есть также подкасты. В каждом айфоне есть такое приложение, если вы знаете подкаст, вы можете подписываться и слушать. Санитайзер! Он есть теперь в каждой сумке, конечно же, набор масок. И это, конечно же, кейс с зубочистками. Я фанатик чистить зубы и всегда за ними ухаживаю. Если вы не смотрели серию про стоматологию, очень рекомендую. И у меня вот такой вот кейс есть. Иногда они меня слушают с закладкой, потому что они у меня везде разбросаны. И я потом использую эти флоссы, ужасная привычка, использую эти флоссы как закладки. О, кстати, это подкаст бэкстейджа бренда «Сова». Мы снимали, и фотограф делал дубли на Polaroid. Очень круто. Такой винтаж-винтаж, ретро-ретро. Конечно, поскольку у меня волосы стали сейчас непослушными, я пытаюсь немного отрастить их. Вот я ношу с собой пену, чтобы немного приводить их назад. Вот так вот зализывать. Это Urban Tribe 02-31 увлажняющая пенка. Вот подойдет. Ну, я ее использую как стайлинг. Вот первый и последний раз я покажу культовые очки, которые очень многим нравятся. Это Андемальмюстер, совместная коллекция с Линдой Фарро. Вот такой у них кейс. Вот такие вот очки. Это самые легкие очки, которые я когда-либо трогала. Вот никогда не оставляют следов. Подходят мне идеально. Я их очень люблю. У меня их несколько пар. У них достаточно высокий ценник. Но могу точно сказать, что эти очки себя отрабатывают. Я все просто люблю, что себя отрабатывают. Вот, зубы отрабатывают, очки отрабатывают, штатив тоже. Поэтому ты меня любишь, да? Я тебя? Да. Потому что я уже отработала. Все. Все. Я тебя просто люблю. Это самый дорогой ютуб. Потому что мой час, не знаешь сколько стоит? Сколько? Очень много. Бутылка шампанского, кристалл? Неа, дорога. Хорошо. У меня есть всегда, потому что очень обожаю бижутерию. Ну, я и ювелирку люблю, но… Ой, а это я взяла не в бижутерию. Это я ошиблась. Да блин, по карату в ухо. Господи, это я ошиблась с мешочком. Просто с бижутерией точно такой. Вот, вот этот я должна была достать. Ну, дорого-богато. Что тут? Ну, гвозди с камнями. Вообще, практически их не ношу. Я не знаю, зачем они в сумки со мной ездят. Наверное, чтобы я их потеряла, а потом нашла. И вот он, моя бижутерия. Теперь я буду рассказывать, как я люблю винтаж. После того, как я показала по карату в ухо. Здесь у меня разная бижутерия, которую я действительно люблю. Так, одна сережка Селина. Мне кажется, что это моносерега, потому что она продавалась одна. Вот, я ее как раз хотела сегодня надеть. Моя любимая прищепка, вы ее часто видите, это украинский дизайнер. Это паше дизайн. Девчонки делают классные вещи, но вот эта вот прищепка, однозначно, это моя любовь. Прикольная она, да? Под винтаж сделаны серьги Chanel. Они, мне кажется, сейчас продаются в бутике. Выглядят как ретро, но не ретро. Очень красиво смотрятся, когда Total Black. Надевать их на вечер. Подчеркнуть, не знаю, там, когда водолазка, брюки, ботильончики. И вот эти серьги, они очень красиво играют. И у нас есть классная идея. Мы хотим снять серию, как выглядит дорого. Пишите в комментариях, если бы вам было это интересно. В Киеве несколько раз в год проходит «Киевнес», где все винтажные лавки, все бутики и инстаграм-страницы приезжают в одно место и физически предоставляют свой товар винтажный, свои какие-то находки. И там можно, особенно в первые несколько дней, сделать классный улов по винтажу. Вот эти вот клипсы, это как раз вот с последнего «Киевнес». Они а-ля, знаешь, принцессы Диана, нет? Да. И вот эти вот очень красивые. Но они прям вообще старье-старье. Ну, в общем, это мой мешочек с бижутерией. Под короткие волосы очень классно играют серьги, поэтому я, в принципе, ежедневно… О, смотрю, что-то неравенство. Я не выхожу из дому без крема для рук. Но это скучно, нет? Но я же бьюти-блогер. Я действительно люблю этот крем для рук и считаю, что… Знаете, говорят, что шея и кисти выдают у женщин возраст. Но я считаю, что еще и локти. За ними тоже нужно всегда ухаживать. Когда ухоженная девушка, у нее сухие локоточки, это выглядит непривлекательно. Нормально. Я такая, знаешь, сижу умничаю. Здесь гиалуроновая кислота, быстрое восстановление и всегда ухоженный вид. Но еще в нем очень классная фишка, что он быстро впитывается и можно сразу там трогать руль, дверь и телефон. Не оставляют вот эти вот жирные следы. Вот это вот Гоций рекомендует. Так, ну давай, если мы перешли к уходу, я еще покажу сыворотку, которая у меня периодически всегда в сумке, точнее. Она классный проводник разных девайсов. Вот она легкая, не скатывается. И вот у меня есть такие два массажерчика. Этот массажерчик Сислей, он шел в наборе с кремом для глаз. Он идет там в коробочке базовой. И, в принципе, использовав крем, я очень довольна была тем, что у меня остался этот массажерчик. И, конечно же, New Face. Любую зону можно обрабатывать. Здесь стоит таймер. По любой геле, проводящей сыворотки, вы можете делать себе массаж. Боже, я так нервничаю, когда начинаю говорить про девайсы. Хочу все-все-все рассказать. Поэтому нам нужно снять серию, обзор Beauty Gadget. Та-да! Так, что у нас еще? Парфюм. Чем сейчас пахнет гоци? Я пахну сейчас не хило, а флер наркотик. Очень нравится этот запах. Хотя я очень долго была прям фанаткой своего Hermes. И, наконец-то, я нашла то, что мне нравится не меньше. А может даже чуть больше. Блокнот. Записная ручка. Люблю порисовать, пописать. Здесь я записываю какие-то мимолетные мысли. Очень прикольная история с этой ручкой. Когда мы прилетели на Мальдивы, первый день, я думала, забыли положить ручки. На каждой вилле, в каждом номере, в принципе, в отеле мы привыкаем, что есть ручки. И на третий день, когда мне нужно было что-то по работе расписать там, я позвонила и говорю, ребят, у нас на вилле нет ни одной ручки. Они говорят, да, да, конечно, потому что коронавирус. Ручка – это может быть переносчиком коронавируса. Я говорю, вы каждый день мне на виллу таскаете еду, у них даже вилки не были запакованы в вакуум. Я им рассказала все, что я о них думаю, и после этого мне принесли 10 таких ручек, и теперь они у меня везде в каждой сумке. Теперь они меня надолго запомнили, и я их надолго запомню. Так, хорошо, Мартина хочет экшен. Капли для глаз ей неинтересны. У меня также с собой витамин D, потому что я не всегда сейчас успеваю завтракать, и чаще всего с обедом капаю себе на язык две капельки. Что еще, что еще? Спрейчик. Освежает. Сейчас у меня Color Science. Мне он очень нравится. Он не слишком освежающий, там нет много ментола, потому что есть, которые там с ментолом, и зимой не очень комфортно. Давайте вот прям разберем всю косметику, что у меня сейчас здесь есть. Это карандаш для губ, я им не пользуюсь, он просто ездит в сумке. Это из разряда «А вдруг пригодится». Пудра, которую я тоже не пользуюсь, я больше пользуюсь зеркальцем. Какое-то утро мне показалось, что я обязательно должна нанести розовые тени, и так они со мной ездят. Я еще, по-моему, их не наносила. Моя чашка, очень ее люблю. Она сделана из бамбука, экологически чистая. Я не стесняюсь сюда наливать кофе, когда заказываю с собой. Вот, и пью со своей чашки. Ну и, конечно же, у меня также есть венчик для заваривания с собой, вот такой вот дорожный. Вот такой вот малыш, такой прикольненький. Я тоже не стесняюсь просить кипяточек и в чашке размешивать где-то в ресторане свою мачу, если разрешают. Многие такие, типа, думают, что я наркоту смешиваю. О, у меня есть тикток! Вот это новость! Я предлагаю нам всем вместе найти меня в тиктоке и подписаться. Мартин, улыбайся. Этот фотоаппарад со мной ездит уже несколько месяцев. Я все хочу добить эту пленку и сдать его в проявку, потому что здесь фотографии еще, типа, моей последней поездки в Париж. Сейчас я хочу уже, знаешь, на финишной прямой я покажу свой органайзер, который очень люблю. В общем, такая вещь, это не оригинальные эрмесовские. Они тоже делают, но на поменьший размер. Это я покупала в Америке. Джейн Файнс. Вот она выпустила вот такие вот идеальные органайзеры, которые можно использовать в любую сумку. Вот это вот все было в этом органайзере. Для того, чтобы, когда вы меняете сумки, вы все не перекладывали, вы просто берете органайзер и перекладываете в другую сумку. Класс! Это очень крутая штука. Вот органайзер. Здесь очень много отделов. Они вот тут с резиночками, на подмолнии. Вот такие, такие. Вещь просто бомба. Надо было, блин, эрмесовские еще взять и показать. Ладно, покажу в другой серии. Так, что у меня здесь осталось? У меня остался только ключик. Никогда не ношу на сумке ключик и замочек, потому что я считаю, что это... Во-первых, нет необходимости. Никто на них никогда не закрывает. Во-вторых, чаще всего эти замочки, они портят сумки, они их царапают. Есть еще девчонки, кто вот сюда вот в носик одевают, и потом получается вот такая круглая штучка. В общем, вот эта вещь, она совершенно не модная. Просто убивает сумку. Из полезного у меня еще добавка Елупро. Это аминокислоты для кожи. Обещают какой-то супер омолаживающий классный результат. Не знаю, прохожу курс. В день нужно выпивать с водой один стик. Сегодня я еще не пила, сейчас выпью. Патчи розидроп. Это у меня дорожное саше. Я все в надежде куда-то улететь, поэтому вожу их с собой. И тени перекон заканчиваются уже. Оооо, тут такое интересное есть. Это из кия. Очень интересное такое масло, которое содержит в себе афродизиаки. Которые привлекают противоположный пол. Но, как показала практика, привлекают они не только противоположный пол. Это масло возбуждает желание. Оно прям провоцирует. Денечка, иди понюхай. Это масло наносить нужно на такие пульсирующие зоны, как шея, запястья, ну и другие пульсирующие места. И оно провоцирует возбуждение и привлекает внимание. Вот. И когда Мартина нанесла это масло, говорит, блин, я вообще не понимаю все эти штуки. И мы сидим-сидим, общаемся-общаемся. И потом такая фраза. Ты знаешь, мне кажется, я хочу сама себя. Вот есть в нем просто какое-то сумасшествие. О, боже. Мне подарила, кстати, владелица Рози Дроп Украина. Она подумала, что патчи мне нужны не так, как это масло. Ты представляешь, если этот золотой цвет нанести полностью на кожу и пройтись так где-нибудь? Какого-нибудь 11 рублей? Сто процентов. И буду приставать к мужикам. Мужики, вы меня хотите? Да, блин, я так представляю, как я на втором часу вспотею и буду плавнуть у него. Девушка, сходите помойте, давайте я вам гель на душу подарю. Я считаю, что это именно та вещь, ради которой стоило досмотреть эту серию до конца и поставить лайк. Да, но есть же еще увлажняющий гель до интимной зоны, который в принципе не рассчитан как лубрикант, а это в принципе вещь просто для того, чтобы ухаживать за собой и все было там мягенько. Да, нужно быть официальным представителем этого бренда в Украине. Я считаю, да. Чтобы нам ящиками дурили. Чтобы нам ящиками дурили? С Кристаллом. Ну что, планы на 2021 год? Получить два амбассадорства. Шампанского Кристалл и бренда из Киа. Благодарю вас, что вы посмотрели этот выпуск до конца. Пишите комментарии, я с удовольствием их буду читать. И до встречи ровно через неделю. Пока. О, да. О, да. О, да. О, да.